Во имя Цан и Сына и Святаго Духа, Возлюбленное, Христе, братья и сестры, сегодня в память святых апостолов Тита и Варфоломея и с сегодняшнего дня чтение благовествует нам вещи, которые, ну, конечно, могут потешить наше самолюбие, но на самом деле должны в нас внушать страх и трепет, страх Божий и трепет перед Его величием. Сказано Христом, «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Вот в одном этом только стихе, сколько смыслов и сколько глубины. «Мы – свет мира, мы, не только апостолы, но через апостолов и все христиане – свет мира». Если мы не свет мира, мы не христиане. Мы, значит, не выполняем то предназначение, тот смысл своего существования, который вложен в нашем звании христианство. Христианин. Вот подумаем о том, что всегда ли мы являемся светом. И если не так, то мы должны помнить о том великом предназначении, о той великой миссии, которую каждый из нас должен, обязан нести. Если это не так, значит, у нас есть время исповедаться и, соответственно, быть на высоте той ответственности, которая возлагается нами Христом этими словами «Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Иногда нам хочется, особенно когда мы грешим, куда-нибудь скрыться, чтобы нас никто не видел. Но как мы можем скрыться от Бога? Никак. А если мы несем свет миру, то даже при всей нашей скромности и смиренности этот свет не будет укрыт от людей, которые вокруг нас. Потому что, так сказал Господь, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И поэтому-то каждый из нас, кто несет этот свет, может даже и не беспокоиться о том, чтобы дойдет ли этот свет для наших ближних. Обязательно дойдет, лишь бы мы сохраняли в чистоте свое сердце и сохраняли высоту миссии своего служения. Зажиг свечу не ставят ее под сосудом, под горшком, но на подсвечнике и светят во всем доме. Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иногда говорилось о том, что Новый Завет отрицает ветхие. Нет, не отрицает, но подтверждает и исполняет. И если что-то уже в Новом Завете не соответствует ветхому, это значит, уже это все в Новом Завете исполнилось, как, собственно, пророчество о миссии. Пришел уже миссия, и второго миссии не будет, поэтому это пророчество о миссии сбылось и неповторимо. Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна частица, ни одна йота, ни одна черта не придет от закона, пока не исполнится все. Вот так, братья и сестры, мы должны относиться к нашему великому предназначению. Оно действительно велико, независимо от величины наших, масштаба наших дел и от величины и масштаба наших мыслей, можем ли мы объять весь мир своими мыслями или нет. Главное, чтобы мы объялись своими мыслями Господа Иисуса Христа и Его заповедей. И тогда весь мир вместится в наше сердце, потому что что есть сей мир? Он ничто по сравнению с Христом. И если наше сердце вмещает Христа, то значит и весь мир вместится в наше сердце, и мы будем правильно иметь и видение, и суждение об этом мире, имея Христа. Если же не имеем Христа, то как бы мы ни были велики своим разумом, интеллектом, образованием или чем-нибудь еще, мы не сможем вместить этот мир. Мы не сможем правильно иметь суждение о нем и не можем правильно поступать в этом мире. Только Христос, Он дает нам это разумение и силу быть, исполнять волю Божию и понимать, что происходит в этом мире. Да поможет нам в этом всемилостивый Господь, являющийся нам каждую божественную литургию. И каждый раз, когда мы исповедуем, очищает наши сердца от всякого врага и супостата, и причастие очищает наше сердце и дает нам силы исполнять волю Божию. Да не напрасно будут великие благие милости Господа нашего Иисуса Христа, а да будут они для нас путеводной звездой в Царство вечное уже в этой жизни. Ради вечной жизни с Богом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok